Девушки отдыхают Сегодня у нас на календаре 23 октября, и многие из вас отмечают День Ангела. Это день памяти святого, имя которого было дано христианину при крещении. Поздравляем с именинами Феофила. Это имя имеет древнегреческое происхождение и переводится как «Богу Мил». Небесным покровителем его является преподобный Феофил Тивериапольский, Константинопольский. В восьмом веке в окрестностях Тивериады на свет появился мальчик по имени Феофил. В тринадцатилетнем возрасте оставил он отчий дом и ушел в Лавру на Селентийской горе, где воспитывался и возрастал духовно под чутким руководством старца Стефана. По прошествии трех лет юный праведник принял постриг в иноческий чин. Все это время его родители не знали, где находится их возлюбленный отрок. Но тут один из соседей сообщил им, что сын их в обители. Не раздумывая, родители отправились туда и просили игумена «Отпустить Феофила и еще нескольких братьев, чтобы они смогли основать монастырь ближе к родному дому». Игумен не возражал, но велел инокам соблюдать строгий пост и стать на молитву, дабы получить знамение. На третий день на всю округу раздался глаз Божий, благословляющий отпустить Феофила, ибо надлежало ему прославиться многими духовными подвигами в новой обители. Так и с легким сердцем игумен проводил святого и братью. Шло время, и вот на трон взошел император, иконоборец, лев Исавр, который творил различные беззакония. Не боясь мучений, святой Феофил открыто восстал против иконоборческого безумия по императорскому указу. Святого подвергли избиению, связанным водили, как преступника по городу. После сановник принуждал исповедника отречься от святых икон, но не мог поколебать его. От телесных мучений праведник только укреплялся и, более того, смог самого сановника убедить, что Христова вера истинная. За свое прозрение сановник добился у императора разрешения освободить святого. После преподобный Феофил вернулся в основанный им монастырь, где прожил совсем недолго и через несколько лет отдал Богу душу. А также своими молитвами с Днем Ангела мы поздравляем Евлампия, Иннокентия, Владимира, Андрея и Василия. Напоминаю, что самим именинникам следует посетить храм, а если возможно, то и причаститься. С Днем Ангела вас, мои дорогие! Пусть все святые молят Бога о нас. Да хранит вас Господь!